Когда я был маленькой, очень-очень давно, я читал одну книжку. Она называлась «Пиноккио» или «Похождение деревянной куклы». Деревянная кукла по-итальянски «Буратино». Я часто рассказывал моим товарищам, девочкам и мальчикам, занимательные приключения «Буратино». Но так как книжка потерялась, то я рассказывал каждый раз по-разному. Выдумывал такие похождения, каких в книге совсем и не было. Теперь, через много-много лет, я припомнил моего старого друга Буратино и надумал рассказать вам, девочке и мальчике, необычайную историю про этого деревянного человечка. КОНЕЦ 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 Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый столяр Джузеппе, по прозванию Сизый Нос. Однажды ему попалась под руку полено. Обыкновенное полено для топки очага в зимнее время. Неплохая вещь полена, очень хорошая вещь. Из нее можно смастерить что-нибудь вроде ножки для стола. Джузеппе надел очки, обмотанные бечевкой, так как они тоже были очень старые. Повертел в руке полено и начал его тесать топориком. Но только он начал тесать, чей-то необыкновенно тоненький голосок пропищал. Ой, 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 потише, потише, пожалуйста. Джузеппе сдвинул очки на кончик носа, стал оглядывать мастерскую, никого. Он заглянул под верстак, никого. Он посмотрел в корзине со стружками, никого. Он высунул голову за дверь, никого на улице. Ой, неужели мне почудилось, подумал Джузеппе. Кто бы это мог пищать? Он опять взял топорик и опять только ударил по полену. Ой, ой, больно же, больно же, говорю. На этот раз Джузеппе испугался не на шутку. У него даже вспотели очки. Он осмотрел все углы в комнате, залез даже в очаг и, свернув голову, долго смотрел в трубу. Нет никого. Может быть, я выпил чего-нибудь неподходящего, и у меня звенит в ушах, размышлял про себя Джузеппе. Нет, сегодня он ничего неподходящего не пил. Немного успокоясь, Джузеппе взял рубанок, стукнул молотком по задней его части, чтобы в меру не слишком много, не слишком мало вылезло лезвие, положил полено на верстак и только повел стружку... Ой, 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 слушайте, чего вы щиплетесь? Джузеппе уронил рубанок, попятился, попятился и сел прямо на пол. Неплохая вещь, полено, очень плохая вещь. Кто это? Из нее можно смастерить что-нибудь, вроде ножки для стола. Он догадался, что тоненький голосок шел изнутри полена. В это время к Джузеппе зашел его старинный приятель, шарманщик по имени Карло. Когда-то Карло в широкополой шляпе ходил с прекрасной шарманкой по городам и пением, и музыкой добывал себя на хлеб. Сейчас Карло был уже стар и болен, и шарманка его давно сломалась. Здравствуй, Джузеппе, сказал он, зайдя в мастерскую. Что это ты сидишь на полу? А я, видишь ли, потерял маленький винтик, ответил Джузеппе и покосился на полено. Ну, а как ты живешь, старина? А, плохо, ответил Карло. Все думаю, чем бы мне заработать на хлеб. Хоть бы ты мне помог, посоветовал бы что-нибудь. Чего проще? Видишь, вон оно лежит на верстаке. Полено. Превосходное полено. Возьми-ка ты это полено, Карло, и отнеси домой. Хе-хе-хе-хе-хе, ответил Карло. А что ж дальше-то? Ну, принесу я домой полено, а у меня даже и очага в коморке нет. Я тебе дело говорю, Карло, а ты возьми ножик, вырежь из этого полена куклу, научи ее говорить всякие смешные слова, петь и танцевать, да и носи по дворам. Заработаешь на кусок хлеба и на стаканчике вина. Браво! Браво! Прекрасно придумано, сизый нос. Джузеппе опять затрясся от страха, а Карло удивленно оглядывался, откуда голос. Ну, спасибо, Джузеппе, что посоветовал. Давай, пожалуй, твое полено. Тогда Джузеппе схватил полено и поскорее сунул его к другу. Карло взял полено под мышку и пошел домой. До свидания, Карло. Хе-хе-хе-хе-хе. Неплохая вещь, полено. Очень хорошая вещь.